Ловкая схема не помогла группе мошенников уйти от правосудия. Напомню, администрация Якутска обнаружила факты хищения земельных участков на сумму более 35 миллионов рублей. Путем подделки документов преступная группа продала 32 земельных участка. Как такое могло произойти, разбиралась Юлия Михайлова. Ловкость рук проявил один из сотрудников Госучреждения Республики, который по просьбе своего знакомого в 2008 году внес заведомо ложные сведения в бланк свидетельства о праве собственности на бесхозный земельный участок, который был затем зарегистрирован в кадастровой палате и оформлен на подставное лицо. Ну и затем участок можно было легко продать. Простор для мошенника открыл закон о дачной амнистии – упрощенной правовой форме для регистрации права собственности на ряд земельных участков и жилых недвижимых объектов. Дачная амнистия распространяет свое действие на земельные участки, которые были получены до 30 октября 2001 года, то есть до момента введения в действие земельного кодекса России. Это были не бесхозные участки. Были распоряжения администрации, ранее принятые до введения в действие земельного кодекса. И они оформлялись в упрощенном порядке по дачной амнистии. То есть там достаточно постановки на кадастровый учет. И на основании вот этого решения исполкома или распоряжения администрации, ну, до там 90-х, ну, в 90-х годах вынесены участок, оформлялся в собственность. Провернув махинацию в одиночку и уверовав безнаказанность, мелкий чиновник привлек в дело еще трех знакомых. И работа закипела. Свои дела преступники проворачивали непрерывным потоком до 2013 года. Как такое могло происходить на протяжении почти пяти лет? Проблема, она находится на стыке организационном и правовом. То есть в данном случае вопросы сами по себе, правовые возможности получения какими-то категориями граждан земельных участков, они урегулированы в нормативно-правовых актах четко. Пробелом, видимо, явилась вот эта вот самая возможность одного небольшого чиновника внести какие-то ложные сведения, которые повлекли за собой вот такую махину мошеннических действий. Но сколько бы веревочки не виться, у нее найдется конец. Заместителем прокурора республики было утверждено обвинительное заключение в отношении всех четырех членов Организованной преступной группы, которая путем мошенничества похитила у администрации Якутска 32 земельных участка. Участникам Организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное Организованной группой в особо крупном размере. Главные мотивы преступлений такого рода сделать деньги на пустом месте. В данном случае земельные участки, скорее всего, имели законных хозяев. Точку в этом громком деле поставит суд. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.